А Насте надо сказать, чтобы... Позвони. Лин, позвони. Лин, зверь не Настя. Всем привет-привет. Здравствуйте, здравствуйте. Присоединяйтесь, мы ждем. Здравствуйте, Юлия. Ждем, 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 ждем. Сейчас все нас увидят, и мы начнем. Здравствуйте. Звони, что? Сев, да, да. Здравствуйте, Севдочка. Спасибо вам большое за ваши работы. За то, что отмечаете нас. Это очень приятно. Спасибо, Юлечка, за приглашенных читателей. Читатель. Здравствуйте. Мы с тобой, я читатель. Мультя, ха-ха. Здравствуйте. Всем привет-привет. Мы сегодня продолжаем тему рисунки для нерисующих. Поскольку мы очень много общались с девочками в соцсетях, разговаривали непосредственно о рисунках, было некоторое мнение, что для нерисующих эти рисуночки сложноваты. Что ж, я, конечно же, понимаю, что, да, наверное, любой рисунок, да, может быть сложным, если он не разжеван и не объяснен как следует, правда? Сегодня я решила вам показать рисунок, который я рисовала тогда, когда, в общем-то, уже была усталость и не очень-то хотелось рисовать, но клиенты требовали. Это сакура. Обычная, легкая, быстрая, которую мы рисуем с вами с помощью кисточки и дотса. Готовы увидеть? Поехали. Что у нас, то броска не может, да? Да, цветочек. Не знаю, Настюх, Елена, постарайся дозвониться, она просила. Она мне написала, я научила. А, ну все понятно, ладно. Ой, извиняюсь. А ты ей не написала, чтобы... Я, оказывается, уже открыла крышку, и оказалось, что я испачкалась. Сейчас я протру быстренько. ЧП. Да, это с помощью рядом. Сейчас я беру быстренько, девочки, чтоб не вмазаться опять. Цепсик испачкала. Это у нас сплошь и рядом. Ну что ж, поехали. Здравствуйте всем, с кем не поздоровалась. Хочу сегодня предложить вам, напомню еще раз, самый обычный, легкий цветок, который вы осилите, практически, действительно нерисующий. Давайте мы его вместе с вами разглядим. Для этого мне нужно подготовить типсу. Я, как всегда, все делаю в композиции. Обратите внимание, каким образом. В своем случае я беру 145-й розовый цвет. Это у нас артнайлики. И нанесу на типсик. Аккуратненько. Я буду в один слой, чтобы не терять ваше время, да, не тратить. То есть не буду выкладывать два тонких, как я это люблю делать. Поэтому мы сразу покроем в один слой. Пусть будет так. Вот и все. Отправляем в лампу. Пусть сушится. И покроем сразу второй типсик. Да, сакурам будет. Набрала побольше гель-лака. Мне нужен фон. На типсах, не на ногтях. Поэтому... Типсики не протерла. Поэтому у нас будет все очень быстренько в один слой. И отправим сушиться. И, естественно, тот типс, на котором мы будем с вами рисовать, я его покрою светлым цветом. Он у нас будет бледно-розовый. Сдунул. Там видно, Альберт? Да, он. Это пятый? Да, это пятый цвет. Бледно-розовый. Аккуратненько разнесем его по поверхности типсика. И отправим на просушку. Нет, он не белый. Он бледно-розовый. Вот, видите, даже видно на фоне белого листа, что он бледно-розовый. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. И просушим. Пока у нас сухнут типсы, мы приготовим с вами краски, которыми мы будем работать. Естественно, основной 145. Этим цветом мы будем рисовать цветочки. 148-й у нас будет как небольшая, скажем так, доминанта. Ну, не то чтобы доминанта, да? По крайней мере, какое-то вкрапление более яркого цвета. И, наверное, желтенький. Я не взяла желтенький. Будь добрый, Берт, там вот внизу, в нижней корзине будет желтый цвет. Не разбомбить. Сейчас я вам белый покажу, чтобы вас не обманывать. Что, первый показать? Желтый 125-й. Есть там? Есть 2-3-2 и... Давай 2-3-2, пусть будет оранжевый. Не, могу за желтым сходить. Давай. Нет. И какой еще? Белый? Хватит. А белый не надо? Нет, не надо. А тот какой был? Ну, давай вот белый я им покажу для сравнения, что я взяла розовый. Да, потому что девочки спрашивают, что похоже на белый. Извиняемся, инстаграм у нас тут прищепки слетают. Так, вот смотрите, вот белый, да, я его прям на лист нанесла. И сейчас вот этот вот 005, которым я наносила типсик. Видите разницу? Вот она. Она небольшая, но она есть. Согласны? Так, сейчас тут тени какие-то отражения. Угу, ну и продолжим. Значит, мы взяли розовенькие у нас, высохли, мы их уберем в сторонку. И типсик, на котором мы будем с вами изображать, у нас здесь. Ну, поехали немножечко. Сейчас я приближу, вот так, чтобы вам было видно. Да, спасибо, Севда, цвет действительно красивый. Поехали. Смотрите, я взяла дотс. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Я взяла дотс. У меня уже он, видите, какой измученный рабочий, да? Я им работаю уже много-много лет. И натыкаем с вами лепестков. Каким образом мы это будем делать? Посмотрите. Мы будем на типсике сразу изображать цветочек. Показываю. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой вот цветочек мы будем сейчас с вами рисовать. У вас нет звука? Ну, что-то с вашим, наверное, перископом. Вы снова перезайдите, и всё появится. Увидели, да? Ну, спасибо большое за приглашённых, Ольга. Спасибо, что приглашаете, делитесь. А то сейчас я возьму с вами розовенький. Вам нужно просто перезайти, что-то у вас там не сработало. И поехали. Сначала я буду рисовать крупные цветы. Приблизительно во второй части нашего типсика. Спасибо за приглашённых, девочки. У неё нет звука, она, значит, не слышит ни советы маминой. А, ну, я написать не могу. Какого у неё нет звука? У всех остальных есть. Я знаю, что у неё нет звука. Попробуй, да, кстати, зайди и подскажи, девочки. Да, да, мы советуем, а у неё звука нет. Вот, видите, раз цветочек. Теперь для второго цветка я уже использую два лепестка предыдущего цветочка. И у меня появится сразу второй цветок. Видите? Дальше. Следующий цветочек я нарисую здесь. Посмотрите. Раз, два, три. И у меня уже сложился некоторый букет. Двигаемся дальше. Киньте в ЧАЭС, Эль Кирилла. Кого в ЧАЭС? Сувак, беги, зачем тебе это рано вообще? А, что-то я его взяла, выделила. Да, главное. Вместо того, что... Да пусть развлекаются скучно детям. Так, отправим посушиться, чтобы они не успели между собой, как говорится, соединиться, да, немножечко просушим. Обратили внимание, да, как мы это делаем? Раз, два, три, четыре, пять. Сделали. И теперь к ним сразу присоединяемся. Согласитесь, такая техника достаточно проста. Да, ничего здесь сложного нет. А так легко и просто можно нарисовать букетик. Двигаемся дальше. Добрый вечер, Леночка. Здравствуйте. Так, и что мы сделаем дальше? Я не буду яркий сейчас вот сюда вкраплять, красный. Я им немножечко погуляю потом точечками в качестве пространства, да. Еще один цветочек пририсуем. Так, так, так. И чем выше я буду подниматься... Здравствуйте, Оленька. Чем выше я буду подниматься, тем мои цветочки будут все мельче и мельче, поскольку я хочу создать эффект веточки. Но, боюсь, что, наверное, достаточно. Хочется еще листиков сюда, правда, прибавить. Теперь, так, вытру. Далеко я салфеточки свои угнала. А, вытерла, еще раз подсушу быстренько. Зря я засунула сушиться, не доделав. Но ничего. Лучше мы потеряем энное время, зато получим результат. Можно взять для сердцевинки желтенький гель-лак. Я не стала за ним бегать. Я взяла нашу тыкву оранжевую. Насколько она будет подходить, я не знаю, но не суть. Да? Когда вы будете рисовать, вы возьмите либо белый, либо желтый, либо золотой. Но точки по мотивам Виолетты Терракоповой. Да, есть такая техника, правда, не знаю, не видела ее работы, но есть такая техника точечная. Но в данном случае, не то чтобы техника точечная, в данном случае мы рисуем цветочки. Итак, я взяла... Ой, девочки, лет 15 назад, когда я только-только начинала, я открыла для себя этот дизайн тогда и была очень счастлива. Заказывайте, Оленька, мы в Барселону тоже доставляем. Смотрите, теперь я обязательно расставлю сердцевинки. Пусть они будут разные. Везде. Вы можете вместо гель-лакой, гель-лаковой сердцевинки, девочки, посадить. И обратите внимание, я даже немножечко вышла, да, с сердцевинками далее. Да, через сайт artmail.su. Давайте я вам вот его вот сюда расположу. Он не очень у нас чистенький, поскольку мы все время рисуем. Ну вот, по этой вот ссылочке вы можете набрать и купить себе необходимое количество гель-лаков. Оплата у нас на сайте без комиссии, да, то есть очень легко, удобно, и вы можете выбрать, вы можете выбрать либо с ДЭКом оплачивать будете с доставкой, но те, кто за границей, советую, почтой России будет дешевле. И, в принципе, вот у нас до Сербии посылочка на днях дошла за 4 дня. Это прям вообще супер. Да, почти все в один слой, правильно, да, есть некоторые гель-лаки, которые требуют. И PayPal есть, да, девочки. Напишите нам в профиль shop, нижнее подчеркивание, artmail. Да, PayPal можно на сайте также платить. Да, у меня есть, девочки, онлайн-курсы, но они уже, как бы, им, наверное, годик где-то или два, и акварель, и китайка. Обращайтесь, можете увидеть у меня в профиле, но если спуститесь туда вниз. Шопард Найли. Итак, двигаемся дальше. Теперь бы я нарисовала листочки, но поскольку не хочется вкраплять, скажем так, сюда зеленый цвет, да, иначе будет абра-кадабра с оранжевыми серединками. Если бы у меня серединки были стразами выполнены, можно было бы вкрапить еще какой-либо цвет. Но в данном случае давайте прорисуем листочки розовыми тоже. Пусть они будут в едином стиле. Чуть-чуть розовый, основной, который я применяла вот здесь в типсах, я размешаю с 0,05, получив слегка бледнее цвет, чем, предположим, наша основа. Да, поскольку я боюсь смешать композицию нашу, общую цветы с листьями. А у нас существует правило, да, у художников. Есть главное, есть второстепенное. Так вот, главное в нашей композиции – это цветы, а второстепенное – это листики. Поэтому цветы должны быть чуть ярче, чем листья. Я опять включила училку, да? Люблю так это, училку повключать. Итак, набрала. Спасибо! Как кошечка мурлыкает. Так, мурлыкаем дальше. Смотрите, рисуем листочки. Каким образом мы это делаем? Набрали достаточное количество. Добрый вечер, Леночка! Достаточное количество на кисть. И аккуратненько, с кончика, вот видите, начинаю тоненько-тоненько. И раз, закрутила листик. Один. Можно вот здесь вот поддеть второй, но очень маленький. Еще один листик. Ведь у нас композиция, правда, и мы должны понимать, что это веточка с цветами. Вот таким вот образом мы прорисовали листики. Дальше. Второй листик. Я вам сейчас еще покажу, как можно легко и просто рисовать листики без сложности. Да, вот здесь, конечно, нужны некоторые навыки, чтобы и согнуть листик, и вывести его в тонкую линию. А сейчас покажу, как это можно делать более проще. А можно чуть-чуть на Инстаграм повернуть, показать, как это получается? Девочки с Инстаграма, переходите к нам в перископ. И, соответственно, еще один листик мы проведем внизу вот здесь. Видно у тебя? В перископе, да, только в перископе размыто почему-то. Размыто, а мы вот так вот должны сделать пальчиком, да, фокус. Так, я думаю, что листиков хватает. Все, мы сделали фокус. Это я рисую и не вижу, что здесь у нас немножко хулиганки. Теперь, смотрите, я беру из-за оранжевых этих серединок, я беру яркий цвет и чуть-чуть, где-то как-то, раскидаю более яркого цвета. Немножко, много не надо. Точки дают нам такое вот ощущение пространства, да, какую-то ажурность. Там кто-то что-то написал, я не увидела. Ну, вот и все. Посмотрите, как это будет смотреться в композиции. Я не буду сейчас это сушить. И вот такой вот очень простой дизайн. Самое главное быстрый. Совершенно несложный, да, вы можете получить для разнообразия для своих клиентов. Он не звездный, он не вот тебе там что-то, да, но очень легкий и простой. Для тех, кто не может рисовать. Так, Луиза, я похожа на вашу личную, подписанную в Инстаграм. Мне приходят уведомления. Шоп нижнее подчеркивание Art Nail. Шоп нижнее подчеркивание Art Nail, да, напиши вот здесь. Сейчас мы вам... А, мне надо в профиле, у меня там мастерская Луиза, а мне надо в профиле поменять на шоп Art Nail. Вот что. Вот в чем дело. Сейчас мы вот так вот сделаем. Вот, видите, вот наш теперь Инстаграм, то есть тот, который раньше у меня был в мастерской Луизы. Теперь он шоп нижнее подчеркивание Art Nail. Заходите туда, и вы все увидите. Да, такой вот легенький-легенький, вот реально. Рисунок для нерисующих. Теперь я обещала вам показать, как легко нарисовать листик. Смотрите, если у вас есть трудности с прорисовкой листика, такой, как ее сейчас рисовала я, специально буду ярким рисовать. То есть вот на бумаге прямо берем. Сейчас, правда, будет все съеживаться, потому что глянцевая бумага. Так, мне неудобно немножко. То есть я беру кончик тоненький ловлю, надавливаю на кисть, нажимаю, и опять поднимаю кончик и тяну его, да. Получаются вот такие вот листики. Сейчас я вам увеличу. Вот, еще раз покажу. И на кончик, ищу этот кончик, ищу, 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 ищу. Раз. И пришли мы с вами к краешку, да? Спасибо большое, Ириночка. Так, теперь дальше. Как нарисовать легко листик. Смотрите. Это тоже, наверное, уже 50 раз показывали. Я не кричу, что это мои техники. Я просто вам показываю, как можно нарисовать простой и легкий листик. Я протираю кисть сейчас. И смотрите. Из точки вытягиваем в одну сторону и вытягиваем в другую. Вот еще один листик. Почему нет? Еще раз. Сейчас мы намешаем. Капнули как следует красочки. Да, он прям кислотно-розовый. Даже протирая кисть. Вот, Леночка, у меня тут девочки спрашивали, есть ли у меня онлайн-курсы. Я говорю, есть, но очень-очень давнишние. Тут вот и Лена была у меня на курсах, да? И Ирочка к витку вышла. Вот, смотрите, раз, и потянули из веточки. Вот они, листики. Ну что ж, теперь я жду от вас... Спасибо большое, Леночка. Теперь я жду от вас отработку, кто со мной учится, работает, да? И мы с вами за это получим сертификат. Обсудим ваши работы. А вы повторите еще, что нужно делать новым? Новеньким, кто меня не слышал, не видел. Спасибо, Леночка, большое. Кто меня не слышал, не видел, мы выходим в перископ раз в недельку и рисуем легкие, простые дизайны для нерисующих. То есть я сама давно была нерисующая, да? То есть я отдыхала. И тоже вместе с вами разминаю руку. Да, можно уже прислать 4 работы. Поэтому присылайте. И за мной еще один пятый. И, в общем-то, потом будут сертификаты. Надеюсь, что была для вас полезной. Выйдем снова через недельку ориентировочно. Приходите. Даже мужья начинает рисовать. Да, Леночка? Помню. Спасибо большое. До свидания, девчонки. До встречи. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.